здравствуйте друзья мои с вами евгения таро сайт мага эксперт . орг как обычно и сегодня я хочу вас познакомить с одним очень гениальным тарологом которого я сегодня нашла в ютюбе хочу порекомендовать два видео его авторство значит канал называется и у гения си таролог евгения таро ну вы понимаете да я сейчас смеюсь потому что ну я себя рекомендую и рекомендую собственные видосики которые я записывала еще получается 4 года тому назад в 2019 году почему я говорю четыре года потому что я там немножко неправильно посчитала сейчас поясню значит первое видео которое я вам рекомендую это видео под названием под названием прогноз на 5 лет для у у это девушка им на украина вы поняли там я это преподношу как мастер-класс по раскладу кельтский крест и когда вы его посмотрите я думаю вы тоже придете к выводу что это самый гениальный таролог на свете но опять же сама себя не похвалишь ну вот вот кто еще меня похвалит как не я так вот почему я так говорю смотрите все что там я рассказывал еще четыре года тому назад все сбылось на сегодняшний день расклад был на пять лет сейчас у нас четвертый год прогноза идет я там сказала что четвертый год прогноза это 2023 я ошиблась потому что я просто пользовалась математикой 19 прибавила 4 у меня получилось 23 а на самом деле это 22 год потому что девятнадцатый год раз второй год этот 20 потом 21 это третий год 22 год это четвертый а у меня в то время на четвертый год для украины по прогнозам выпадала башня везде во всех моих раскладах которые я делала и тех которые я выкладывала в youtube и которые не выкладывала вот и соответственно даже вот по срокам все сошлось меня смущает правда то что там на пятый год выпала девятка кубков но там я тоже об этом все рассказываю все говорю надеюсь вот эта девятка кубка все-таки с нами не случится или случится но в хорошем смысле слова а не как некая политическая фигура так это вот первый расклад который я вам рекомендую обязательно посмотреть второй расклад который я тоже вам рекомендую обязательно к просмотру это как пу относится к за мастер-класс таро расклад на отношения ну надеюсь тут у никого не надо расшифровывать кто такой пук то такой зэ вот вы когда посмотрите послушаете все что это повествую вы тоже прифигеете скажите евгения таро вы самый гениальный таролок в мире ну а если вы так не скажете то тьфу на вас тьфу на вас три раза как говорила верка сердючек сейчас уже кстати спустя годы можно уже предполагать что такое там вот эта четверка мечей это еще может быть бункер да вот бункерный повелитель а вот этот вот король кубков ну тут тоже вариантов несколько даже вот тот же самый федор ищ федор ищ овощ федор ищ профессор наш он же тоже рак по знаку зодиака и вполне может быть королем кубков ну кумпу тоже конечно да там планировался но вот сейчас это все выплывает это конечно очень смешно ну как такие гениальные идеи вообще могли посетить голову товарища пулу это вот просто я не знаю я думала что у нас президент квн щик ну вот это вообще решил наверное всех переплюнуть он насмешил украину просто все тут чуть животики не надорвали когда увидите вот этих товарищей которых он сюда решил как марионеток поставить во главе правительства мы хохотали просто вот я не знаю как хохот был конечно гомерический а когда мы царева еще увидели но это вообще в полный трэш ребята ну так мы еще никогда не хохотали но это конечно хохот сквозь слезы но тем не менее тем не менее вообще конечно кое кому наверно лучше показаться к психиатру потому что ну это из этой сферы фантастики сюрреализма и вообще какого-то шизофренического бреда ну тем не менее вот король кубков он там в итоге таки выпадал тем не менее к сожалению вот это моя последняя фраза которую там говорю про то что в наши доме в ки поедут домовины это конечно справдилось на жаль однако не только в наши доме в кем ци домовины поедут они так уж поедут и в краину пух на жаль йому зовсім байдуже тому що воно сидить у бункерей ну еще что вот я хотела сказать про вот этот вот расклад на отношения это вот про те две карты которые выпали со стороны пу я имею ввиду сейчас десятку пентаклей и карту солнца ну это же все про ссср друзья мои вот у человека навязчивая идея ссср и все и хоть ты тресни ну а со стороны товарища зэ там вообще вот чётенько выпало то что мы сейчас желаем русскому военному кораблю только там за это все желает императору до дискать русский захватнический император иди по соответствующему адресу ну того реакция ах так ах так ну вот тебе вот ну вы понимаете да я конечно там в раскладе все гораздо более красочно рассказываю надеюсь вам будет интересно послушать спустя годы как расклады сбываются и вот тут вот знаете еще что хочу добавить вот когда мне всякие разные залетные пишут свои комментарии неадекватные невменяемые то мне вот честно говоря иногда просто смешно их читать потому что ну я как таролог я знаю свои возможности и я знаю очень хорошо язык карт я не вчера их взяла в руки и не несу никакой отсебятины у меня очень большой очень большой опыт и много практики и вот когда мне кто-то говорит что вот вы эти пожелаемое вы даете за действительно ну вот предъявите мне теперь что я желаемое выдала за действительно я как таролог просто читаю карты и я как человек ну скажем так с достаточно высоким коэффициентом интеллекта и уже много много лет не смотрящий телевизор потому что я не понимаю как вот человек в здравом уме когда есть возможность выбирать ту информацию которую можно потреблять смотрит телевизор вот 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 кем надо быть честно я вот до сих пор не могу понять и уж тем более не могу понять тех людей которые этому телевизору верят я чтобы вот делать какие-то выводы я анализирую сразу несколько источников с разных точек зрения смотрю на ситуацию и строю объемную картину мира я не зашориваюсь в какие-то узкие рамки некого мира восприятия которое мне навязывают из какого-то ящика и вам тоже рекомендую быть свободным человеком и выбирать ту информацию которую вы хотите получать благо дело источников много ну правда некоторым эти источники урезали но все равно я же вижу что люди из другой страны из страны товарища пу таки смотрят мои видео они таки пишут комментарии значит у них есть возможность разную информацию получать почему же вот при этом такой однобокий подход и сразу голословные какие-то обвинения в мой адрес что я дескать трактую как вот мне удобно я трактую как должно быть вот и на этом . другое дело что может быть вам не нравится та информация которую несут карты потому что она входит в некий диссонанс с вашими убеждениями но это уже как говорится ваше личное горе это просто такая расхожая фраза у нас у психологов да если кто-то не согласен с нашим мнением это его личное горе ну вот и все в общем так друзья мои еще раз повторюсь идите переходите по ссылочкам я в описании к этому видео оставлю вот прямо чтобы вы не искали где-то там ютюбе или на моем канале долго не рылись хотя это тоже полезное дело это много чего интересного даже для себя нахожу потому что это снималось бог знает сколько лет тому назад я об этом уже все забыла напрочь а тут вот листала листала свою ленту видосиков обнаружила эти видео и думал ухты ну-ка послушаю как послушала так сама фигела думаю ну надо же вот это таролог вот это специалист вот это блин маг из эксперт с большой буквы ну вот так что дорогие мои мои рекомендации он ну а пока откланиваюсь встретимся в следующем видео сюжете ки я надеюсь пока пока